Директор ЦРУ Я хочу начать с Украины и России, с годовщины этого вторжения. Накануне вторжения России вы прилетели в Киев и, как говорят, сказали президенту Зеленскому, русские идут убивать вас. Скажите, пожалуйста, это правда? Это было самое первое, что вы сказали? Ответ. Это было не самое первое, что я сказал президенту Зеленскому. Но президент Байден попросил меня поехать в Киев, чтобы изложить президенту Зеленскому последние разведданные, которыми мы располагали, и которые говорили о том, что Владимир Путин планирует молниеносный захват Киева в течение нескольких дней, а также планирует захватить аэропорт Гастамиль к северу-западу от Киева, который он хотел использовать в качестве платформы для высадки воздушно-десантных войск, чтобы ускорить молниеносный захват Киева. И я думаю, что президент Зеленский понимал, что поставлено на карту, и против чего ему предстоит выступить. Наши украинские партнеры по разведке также располагали хорошими данными о том, что будет происходить. И я думаю, что роль разведки, то есть в данном случае то, что мы смогли предоставить президенту Зеленскому, и не только во время этой поездки, но и на протяжении всей войны, помогло ему защищать свою страну с таким мужеством и упорством. И я думаю, что это внесло свой вклад в развитие событий в самом начале войны. Вопрос. Так что вы поделились этими разведданными? Ответ. Да. Вопрос. Вы также как-то говорили, подскажите мне, пожалуйста, верно ли это, что вокруг Владимира Путина была только группа из трех или четырех человек, которые знали, что он действительно планирует это вторжение? Ответ. Я думаю, что это правда. Я имею в виду, что на протяжении многих лет, особенно в последние годы, я наблюдал, как Путин сузил круг своих советников. И это был круг, в котором он ценил лояльность, высшекомпетентность. Это была группа людей, которые, как правило, говорили ему то, что он хотел услышать, или, по крайней мере, с годами поняли для себя, что не стоит ставить под сомнение его суждения. И это, как мне кажется, был один из самых глубоких недостатков в принятии решений в России накануне войны, поскольку это был такой узкий круг людей, подкреплявший глубоко ошибочные предположения друг друга. Вопрос. Пользуется ли он советами других людей сегодня? Ответ. Я думаю, он еще больше убедил себя в том, что лучше других знает, что поставлено на карту для России. Я думаю, что его чувство судьбы и его склонность к риску также возросли в последние годы. И я думаю, что к осени 21-го года, за несколько месяцев до начала вторжения, он убедил себя, что стратегическое окно для установления контроля над Украиной закрывается. По его мнению, контроль над Украиной был абсолютно необходим для будущего России как великой державы, и для его будущего как великого российского лидера, как он это видел. И поэтому он также убедил себя в том, что начало 22-го года является тактически благоприятным периодом для того, чтобы Россия начала такое вторжение. Вопрос. Почему? Ответ. Он считал, что Украина слабая, разделена, Запад занят другими делами, а российские вооруженные силы модернизированы до такой степени, что способны одержать быструю и решительную победу. Конечно, оказалось, что каждое из этих предположений было глубоко ошибочным. Вопрос. Вы недавно снова были в Киеве и встретились с президентом Зеленским, а три месяца назад, насколько я понимаю, вы встречались с руководителем российского шпионского ведомства. Есть ли какие-то открытия, которые вы сделали для себя, какие-то новые возможности? Ответ. Я думаю, что разговор, который у меня состоялся с Сергеем Нарышкиным, главой службы внешней разведки России, был довольно удручающим. Знаете, моей целью не было говорить о переговорах. Это то, чем сами украинцы должны заниматься с русскими, когда сочтут нужным. Это было больше, чем что-либо другое, а именно то, что президент попросил меня сделать, а именно разъяснить Нарышкину, а через него и президенту Путину, серьезные последствия, которые наступят, если Россия когда-либо решит применить ядерное оружие любого вида. И я думаю, что Нарышкин понял серьезность этого вопроса. Как думают, что и президент Путин также понял это? Я думаю, что очень ценным было и то, что китайское руководство и премьер-министр Индии Моди также четко заявили о своей оппозиции любому применению ядерного оружия. Вопрос. И вы дали ему понять, что применение ядерного оружия любого вида тактической ядерной бомбы на поле боя будет рассматриваться Соединенными Штатами с максимальной суровостью? Ответ. Абсолютно. Абсолютно так. И мы продолжаем говорить об этом очень четко. И я думаю, что это прямое послание будет оставаться важным, как и послание, которое исходит от других мировых лидеров, будь то президент Си или кто-либо другой. Вопрос. Сейчас у нас не так много контактов с Россией. Ответ. Не так уж много, вы правы. Вопрос. Но вы по-прежнему поддерживаете линию связи со своим визави? Ответ. Да, я думаю, что даже в самых глубоко враждебных отношениях, а именно таковы сегодня наши отношения с Россией, важно, чтобы эти линии были открыты, и президент придерживается того же мнения. Вопрос. Какие ощущения у вас после таких бесед? Вы говорили, что они удручающие. Почему? Ответ. Ну, потому что я думаю, что было очень вызывающее отношение со стороны господина Нарышкина. Чувство самоуверенности и высокомерия. Вы знаете, я думаю, что это отражает мнение самого Путина. Его сегодняшнюю веру в то, что он может заставить время работать на него. Что он верит, что он может, так сказать, перемолоть украинцев. Что он может измотать наших европейских союзников. Что в конце концов наступит политическая усталость. И по моему опыту Путин считает, что у американцев, у нас, что у нас синдром дефицита внимания, сосредоточенности. И в конце концов мы переключимся на какой-то другой вопрос. И поэтому Путин, как мне кажется, во многом верит сегодня, что если он не может выиграть в течение какого-то времени, он вместе с тем не может позволить себе проиграть. Я имею в виду, что это его убеждение. Поэтому вместо того, чтобы искать способы отступить или найти какую-то развязку, Путин удвоил свои усилия. В любом случае, несмотря ни на что, вы знаете, что по любым объективным меркам для России это пока что стратегический провал. Вопрос. Похоже, он не может оценивать ситуацию так, как вы. Я имею в виду, что 97% его сухопутных войск находятся в Украине. Это мясорубка. Неужели он просто смотрит на свое население и говорит, у меня достаточно молодых людей, которых я могу продолжать посылать на смерть. Я имею в виду, какова цена, которая заставит его передумать? Ответ. Путин, безусловно, не сентиментален в отношении гибели русских людей или с точки зрения огромных российских потерь в вооружениях, которые он понес в ходе войны. Но Путин и его взгляды на войну сейчас по-прежнему оцениваются как очень высокомерные. И я думаю, что в 2023 году, когда мы будем смотреть в будущее и оказывать всю возможную и материальную, и разведывательную поддержку нашим украинским партнерам, будет очень важно развенчать это высокомерие Путина и восстановить динамику на поле боя. Потому что я, с точки зрения профессионального дипломата, хотел бы действительно увидеть возможности для переговоров. Но я не думаю, что русские сегодня настроены серьезно на это. И я думаю, вы знаете, что только прогресс на поле боя определит любые улучшенные перспективы для переговоров в будущем. Это будет решать украинская сторона. Я думаю, как ясно дал понять президент, наша задача не только как разведывательного сообщества, но и как правительства – оказать всю возможную поддержку украинцам, чтобы они могли укрепить свои позиции на поле боя и в конечном итоге за столом будущих переговоров. Редактор субтитров А.Семкин